всем привет здравствуйте прошло довольно много времени со времени нашего последнего фильма и вот сейчас видим что там тишина и только алекс написал что-то интересное а все остальные молчат но это не страшно я думаю что пора бы нам перейти дальше чтобы двигаться дальше в раз своем саморазвитии относительно медитации от общих слов конкретным движением до конкретным действием это упражнение которое хотите выполнять и хотите нет возьмите себе на вооружение потому что это всегда пригодится нашей обычной бытовой жизни и мы можем даже при помощи этих упражнений которые будут даваться дальше развивать свое во первых чувств они свою эмпатию и развивать при развитии их будем будет возможность наблюдать за другими помогать другим своим словом своим примером и естественно своим пониманием что происходит с другим человеком то есть это упражнение я вот это сегодняшнее которое последует позже это упражнение которое служит даже не фундаментом а кирпичиками из которых складывается фундамент восприятия или заливкой первой и первой заливкой вот тот фундамент обостренного восприятия и своего собственного состояния и состояния другого человека из которого потом может вырасти костоправство и лучшее понимание людей и карьера и бог знает что еще а все начинается с первых шагов но естественно наше здоровье наша психика и наше настроение от этого очень многое зависит как мы познакомимся со своим собственным телом и что мы сможем сделать одним из видов медитации сможем ли мы медитацию как инструмент перевести фоновый режим особенно в медитации динамической когда практически нет необходимости тратить время на сидение на задумывание на продумывание и мечтание прочие вещи просто перед перевести все это дело практическую стезю и так это первое упражнение которое дается для того чтобы у себя в своем разуме в своих эмоциях в своем теле обозначить фоновую часть медитации динамической то есть мы дальше продолжаем работать мы дальше продолжаем там заниматься домашними делами воспитываем детей воспитываем себя читаем что-то то есть мы живем нормальной жизнью и время от времени можно даже на поначалу пока тело еще не умеет этого делать еще тело и сознание не соединились в этом направлении между собой когда отвлекают эмоции мысли можно даже свой включать себе будильник дрынь значит обрати внимание конкретной музыка или звуком и здесь самое главное в этом виде медитации наблюдение за собой наблюдение течение 3 до 10 секунд на свое тело на свои ощущение на свои эмоции на свое самочувствие течение целого дня несколько раз я думаю что это не так много времени как это происходит первое упражнение это наблюдение за собой за наиболее работающими частями тела то есть конкретно движения я хожу чем я хожу каким местом нужно обратить внимание которое место максимально двигается при действии конкретном то есть я иду и я иду чем я иду коленом я иду и после ягодицами я иду тазом или я иду большим пальцем или пяткой или туловищем я подаю туловище вперед как нормально физическое развитое тело или я иду головой вперед какое место идет первым и понаблюдать за движениями тело то есть если я иду я обращаю внимание на колено или на большой палец или на стопу или на сам сустав или же на живот или же на поясницу попа отодвигается назад я иду чем я иду это наблюдение я работаю что я делаю что какая часть тела у меня больше всего двигается здесь говорится только о движении если я пишу то у меня работает естественно рука если я кручу головой наблюдая за чем-то или читаю что-то обращаем внимание движение и не движение статика если что-то читаю на компьютере или что-то изучаю значит я обращаю внимание на то что вместо этого статического состояния двигается всегда или это рука с мышкой или это нога дрожит или трясется или это двигается туловище нужно обратить внимание во время работы что я делаю что я делаю утром какие части тела двигаются больше всего когда я выхожу с работы захожу в магазин или там приезжаю домой на машине и леду пешком какие части тела опять же двигаются больше течение целого дня что я делаю особенно вечером когда я пришел пришла с работы я уставшая я сажусь ложусь какие части тела двигаются потому что все равно двигаются мы привыкли слушать книжки музыку у нас телефон в руках и мы пришли с работы упали и лежим но все равно в телефон поглядываем вот у меня рука и двигается я беру его я переключаю пальцем какая часть тела наиболее подвержена этому движению не зависимо от того осознаю я это или нет это очень важный момент пожалуйста обратите на это внимание это упражнение вообще-то одно из самых старых упражнений старых костоправских школ потому что она дает возможность будущему специалисту научиться вначале ощущать собственные мышцы а потом понимать через эти ощущения других людей потому что костоправ работает с мышцами и когда ты не знаешь какие мышцы с мягкими тканями когда ты не знаешь как они напрягаются ты не знаешь что и где надо делать однако чаще всего человек не подготовленные при таких вот попытках обратить внимание на себя он либо начинает специальные мышцы напрягать чего делать не нужно это искусственное напряжение не натуральное либо начинает концентрироваться на суставах на коленях например на локтях на запястьях если это сидячая работа а здесь принцип весь смысл именно в концентрации на мышцах над на тех на мягких тканях на те движения обеспечивая движение да но которые обеспечивают это движение и костоправ пользуется своей собственной памятью как это было у меня когда не к ничего не болело как это должно быть то есть костоправ является для самого себя в своей работе таким образцом мирил мирилом как это должно быть если костоправ наблюдает за собой он помнит естественно механическая и подсознательная память которая подсказывает когда человек пришел за помощью и сам костоправ чувствует себя иначе можно пронаблюдать какая часть тела была напряжена больше почему что могло произойти чтобы появилось это нарушение и тогда мы смотрим на это дело очень внимательно очень глубоко и чувствуем что происходит с человеком потому что мы являемся сравнительным образцом для состояния другого или для состояния самого себя когда ничего не болела но как говорили древние греки познай себя и ты познаешь весь мир и так когда мы наблюдаем за собой обратите внимание это вот такой вот вот такая подсказка такая шпаргалка когда мы наблюдаем за собой в течение целого дня в один какой-то раз нашего внимания на конкретную часть тела можем обратить в обратиться к тому как двигается наше тело конкретное место в каком диапазоне красиво это некрасиво округлое движение грациозное движение или она угловатой если на угловатой мы должны почувствовать что она мешает сделать это движение более эластичным грациозным округлым приятным натуральным потому что ненатуральное движение прерывистое угловатая это движение в котором работает слишком много мышц антагонистов это движение не экономное это движение за при напряжении да если мы обратим внимание на диапазон то мы знаем каким образом двигается натурально можем сравнить и тогда движение не до конца выполненное чтобы оно было законченным и красиво смотрелось потому что тело красиво может себя показать мы обращаем внимание на ощущение ага сюда дошло и далее не идет нет округлого движения оно такое рваная она пытается убежать значит там что-то происходит что я при этом чувствую и на это нужно обратить внимание что сделать делать с этим не надо просто понаблюдать отметить как либо это рука либо это нога я сижу все время на работе я смотрю вперед на компьютер и я пишу забыл заполняю выполняем какие-то задания по документации я стою кому-то что-то рассказываю я что-то делаю конкретно каждый день это привычное действие значит я могу посмотреть в одну в другую сторону проверить двигается ли у меня шея как правильно она должна двигаться по памяти я знаю что она может поворачиваться на 180 градусов и без проблем то есть мышцы у меня нормально работа если я довожу до 65 значит что-то у меня держит значит какие-то ощущения есть послушать какие ощущения и тут нужно еще обратить внимание когда послушал меня не идет то движение которое было в детстве законченным красивым грациозным что я при этом не только ощущаю а чтобы я моё тело хотела бы сделать для того чтобы вернуть то легкость и грациозность движения поэтому задание простое обратить внимание на самого себя записать все это дело на бумажке проанализировать и рассказать нам вот здесь в чате можно кружочком нужно как угодно и быть и будем тогда двигаться дальше потому что это только первое упражнение которое поможет нам соединить понимание действий медитации и перевести его фоновый режим динамической медитации когда мы можем владеть своим телом в любое время в любом месте при любой нагрузке и вовремя реагировать на то что нам не особенно подходит или наоборот нравится так что давайте экспериментировать и делиться ощущениями пока